Всем привет, друзья! Буквально недельку назад я наткнулся на очередной батл-рояле. И хоть по сути это порт мобильной игры, но выполнен он очень качественно. Если, к примеру, взять еще один проект, который я не так давно обозревал, а именно Lost Light, а это не что иное, как китайская мобильная пародия на Escape from Tarkov, но вот ее порт на ПК имел значительные проблемы и в технической части, и в визуальной, хотя вот в геймплейной он явно превосходил Tarkov. Ну, на мой взгляд. Но сейчас не об этом. Вернемся к Farlight 84, именно так называется этот батл-рояль, и он какая-то вот смесь между Fortnite и Apex Legends. Это видео будет не совсем обзором, потому что тут нечего обозревать, это батл-рояль со всеми вытекающими. Так что лучше это видео будет путеводителем для новичков по Farlight 84. И пока я буду рассказывать, что тут и почем, те, кто впервые видят игру, будут понимать, что игра из себя представляет, какая-то обзор, так сказать, два в одном. Погнали! Первое, с чем вы столкнетесь в игре, это небольшое обучение и несколько первых боев. Ваше начальное меню будет немного отличаться от того, что вы видите сейчас на экране, потому что после каждого боя игра вам будет открывать новые функции, будь то новые режимы, список героев, магазины, рулетки и так далее и тому подобное. И вот когда вы все откроете, игра начнет воспускать бои со всеми смертниками. И сразу прошу заметить, в боях нет никакого баланса по скиллу. Да, тут есть лиги, вы можете увеличивать размер своего ч... самолюбия, но это не значит, что вы, будучи в бронзе, будете играть только с игроками с бронзой, ну или там с серебра. Нет. Вам будут встречаться в бою и платина, и алмаз, и мастера. В общем, игра ни капли не скрывает того, что вас будут тут кидать в самое пекло. Просто смиритесь. Смиритесь. Битвы тут представлены в виде сражений на 60 человек для пар и для сквадов. Соло режима тут нет, разве что только вы не захотите пойти играть один против сквадов. Если верите в свои силы, то вперед. Но при этом ранговой игры тут тоже два. Парный, соответственно, и сквадной. В 2023 году кажется, что 60 человек это, ну, мало для королевской битвы, учитывая, что большинство королевских битв стремится к увеличению одновременных участников. Вон, к примеру, в Планетсайд Арене говорили, что будет королевская битва аж на 1000 человек. Но... Что-то у них не удалось. А вот Фарлайт сделали свои 60 и не парятся. Перед высадкой на карту вам еще дадут выбрать из списка героев, за кого вы будете играть. Героев, разумеется, можно открыть просто за всякие акции, купить за внутриигровую валюту, или за донат, конечно же. За кого лучше играть, я говорить не буду. Скажу просто, что каждый герой здесь уникален и хорош в своей роли. И для отряда будет приносить свою пользу. Так что это оставим либо на другое видео, либо на ваше усмотрение, потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. Высадившись на карту, вы можете сразу заметить некоторые активные клавиши. Каждый герой в игре обладает реактивным ранцем, который позволяет совершать реактивный рывок в любую сторону и прыжок вверх. И если рывков у вас два, то прыжок вверх только один. На обе эти способности влияют специальные усилители, которые можно найти на карте. Они уменьшат перезарядку этих способностей, плюс есть такой персонаж как Мэгги, у которой есть способность перезагружать ранец и делать на короткий срок перезарядку этих способностей очень быстрой. Теперь уже мы подходим к самим способностям героев. Каждый персонаж в игре, как я сказал, уникален и имеет в своем арсенале две активные способности и пассивку. Прощупать каждого героя их способности можно на тренировочной арене, но в бою вам нужно знать, что на клавишу С по дефолту это обычная способность, а на З у нас используется Но суть ясна. Теперь переходим к основной составляющей этого батл рояля. Что нужно делать после высадки, чтобы привести себя и свою команду к победе? Ну, разумеется, метко стрелять, грамотно маневрировать, бла-бла-бла, три рубля, но это не главное. Первое, чем вы должны заняться, это прокачкой своего героя и брони, попутно отстреливаясь от противников. Обратите внимание на два момента. Первый, это сундуки. С них выпадает всякий лут, но самое главное, капсулы опыта. А второй момент, это частички брони. Они нужны для прокачки вашей защиты. Эти куски брони валяются просто на карте, в количестве одной штуки, двух штук, находятся в стационарных аппаратах, в количестве пяти штук. Аппараты эти, кстати, подсвечиваются на карте. Ну и падают с убитых противников. Сама броня еще, как таковая, валяется на карте, но высокоуровневую броню найти там, ну, нереально. Максимум, наверное, зеленую. Никогда не видел ни синюю, ни фиолетовую, ни легендарную, ни реликтовую броню просто на карте. Поэтому те, кто будут принимать активные действия по ходу игры, а именно бегать в топовых местах, слотом, убивать много противников, в конце игры будут иметь реликтовую броню. А она нужна не просто так. В отличие от Апекс Ледженд, а именно там похожий принцип грейда брони и ее восстановление. Так вот, в Апексе ТТК со временем игры не увеличивается. А вот в Фарлайт есть опыт персонажа, о котором я и говорил. Поднимая эти капсулы опыта с ящиков и убивая противников, вы будете поднимать уровень героя и увеличивать урон своего оружия, а также получать улучшение своих способностей. В итоге, к концу игры, вы значительно увеличите свой урон, что позволит вам быстрее выносить противников. Поэтому сесть и сидеть, как в большинстве батл роялей, тут не получится. По поводу брони. Сразу хочу дать небольшой совет тем, кто играет на ПК. По дефолту в настройках стоит лечение на четверку, но не как активация лечения моментально, а как окно выбора аптечки или зарядов брони. Советую зайти в настройки и убрать этот круговой бар и сразу поставить силки на какие-то удобные вам клавиши. Я поставил на четверку аптечки, на пятерку малый заряд брони и на шестерку большой заряд брони. Он восстанавливает броню целиком, а не по одному заряду. Теперь перейдем к вооружению. Стволов в игре, честно сказать, не так, чтобы очень много, а уж действительно хороших, как по мне, вообще можно по пальцам одной руки пересчитать. Из таких в голову сразу приходит только Юпитер-6, Юмп, Барретт, ну и Белый Карлик. Но это, по крайней мере, из того, что нравится лично мне. Юпитер-это плазменный автомат, который имеет очень шикарный урон и приятную отдачу. Но, правда, снаряды летят до противника долго, так что приходится брать упреждения. Юмп это просто удобная ППшка для ближней и средней дистанции, а вот Белый Карлик это люто скоростная ППшка. Если хватает скила, то в голову она выбревает очень быстро. Барретт, или как он тут называется, Барретт-95, это типичная болтовка с гигантским уроном. Матшоты, конечно, выдавать не будет, потому что тут слишком много брони и ХП, но при максимальной прокачке героя будет сносить любую высокоуровневую броню за один выстрел и еще по здоровью противника зацепит. Хотя есть такой персонаж, как Фантом, так вот у нее есть увеличение урона в голову от винтовок, так что, может, она и будет ваншотить. Еще стоит отметить, что на карте есть куча всякой техники, и почти у каждой есть свои особенности. Будь то баги, которые могут превращаться в титана с огнеметом, будь то летательный костюм с лазером из рук, или ховер с гранатометом. Вы, конечно же, в технике не под абсолютной защитой, вас можно с легкостью оттуда выковырять, но если грамотно использовать возможности техники, можно создавать большие трудности врагам. Ну и пройдемся еще по некоторым нюансам игры. Во-первых, умерев, вы можете один раз возродиться сразу же, не попадая в какой-нибудь гулаг, не дожидаясь, пока вас воскресят. Но эта акция не бесконечна. После определенного времени игры эта возможность возрождаться отключится, так что это по большей части шанс для тех, кто слился в первые минуты битвы. Во-вторых, умерев, уже без возможности возродиться самому, не спешите выходить, потому что ваш союзник может воскресить вас прямо с вашего трупа. Для этого не нужны никакие модули или приспособления, для этого не тратятся никакие деньги, как в Warzone. Просто подождите. Победа добиться гораздо проще, когда отряд в полном составе. В-третьих, изучите способности всех героев в тренировочной зоне, чтобы понимать, как применять свои способности и понимать, что ждать от других. Во время боев это тоже можно понять, но вы будете гораздо эффективнее, если будете заранее знать, что Блэкхолл и Люсинды можно разбить, просто постреляв в него. А заметив среди противников Фантом, ожидайте, что она уйдет в Индмист вместе со всей командой. В-четвертых, если вам надоест играть в Королевскую битву, то можно пойти в другие режимы. О них как-нибудь в другом видео, просто знайте, что тут есть чем заняться и кроме Королевской битвы. Ну и в-пятых, если вы считаете, что уже преисполнились в игре, то можете создать свой клан или вступить кому-то в клан и участвовать в турнирах, которые проводятся каждый день. Причем там разыгрываются и как донатные алмазы, так и реальные деньги, которые вы можете вывести. Но это не точно. На этом все, друзья. Надеюсь, этот гайд был хоть сколько-то для вас полезен. Если это так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи, Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok